Приветствую вас! Я думаю, что вам желательно определиться только достаточно со своей позицией для начала, потому что у меня есть ощущение, что вы в ней, в своей позиции не уверены. У меня есть такое ощущение, есть такое чувство. И, соответственно, определиться со своей позицией, определиться со своей стратегией, со своей моделью поведения. Вот. Может быть, принять свои желания, которые у вас имеют место быть. Может быть, принять свои ценности, которые у вас есть. И уже после этого можно будет говорить мужу. То есть, понимаете, нет такого хорошего, идеально правильного способа донести до вашего мужа то, что ему изначально не понравится. Поэтому здесь вопрос в том, что вы боитесь именно, именно, вот, боитесь ему сказать. Вопрос, конечно, заключается в том, чего именно вы боитесь. С чего именно, и, вот, ну, вот, если вы, ну, вот, если, там, действительно, допустим, боитесь ссоры, да, то, с чем, с чем это связано? То, что вы боитесь ссоры, вот, с чем она вас пугает? Вот, в принципе, такая вот история. А, в целом, на мой взгляд, ваша ошибка в том, что вы хотите своему мужу... Ну, как-то, вот, донести, что, ну, что ваша позиция правильная, вот, но у него... Своё мнение на этот счёт, он, как мне кажется, имеет право на него, и... Вам не нужно его, его, как-то, отговаривать от этой позиции. Но, что нужно, так это, конечно, вот, придерживаться, как-то, вот, своей позиции. То есть, сейчас, вот, на данный момент вы позволяете своему мужу по факту манипулировать вами. Вот, манипулировать возможности ссоры и так далее. Ну, вот. Хотя, там, совершенно очевидно, что работу смешивать с... А, ну, с личной жизнью не стоит. А, можно, конечно, можно, безусловно, можно посмотреть на то, чем конкретно вас разражают эти люди. То есть, сейчас, ну, почему, почему, почему вы чувствуете себя, вот, ну, вымотанными, да, грубо говоря. Ну, вот, можно посмотреть на это и разобраться с этим, вот, там, потому что это тоже может быть проблемой для вас, на мой взгляд. То есть, в принципе, в целом, вы хотите, хотите и... уйти, да, из компании, и отношения будем сохранить. Ну, так, к сожалению, не бывает. То есть, стремление к тому, чтобы посидеть на двух стульях, ну, вас, вот, неминуемо приведёт к... к какому-то, такому, вот, негативному состоянию, к такому, какому-то подвеченному состоянию, когда... ну, когда... будет казаться, что... все против вас, все против вас, вот, и... вам будет очень тяжело, вот, и тяжело морально, и, как бы, физически, вот. Такой вот момент, я думаю, что, вот, ну, примерно так можно вам ответить, на вопрос, который вы задаете. Мне так, по крайней мере, кажется, мне такой ответ кажется адекватным вам. Вот. Что можно добавить ещё? Ну, пожалуй, то, что у вас, вероятно, с мужем не совсем доверительные отношения, получается, раз... и есть, ну, такой вот нюанс, такой вот момент, что вы, как будто бы, ну, боитесь его раздражать, вы боитесь с ним какого-то конфликта. Вот, мне кажется, что... это... тоже может быть проблематикой. То есть, ну, почему вы боитесь, как у вас отношения откладывают. Вот, что вы боитесь, ну, его... его... отражают, допустим, да? Вот. Мне кажется, что это может быть серьёзной проблемой. Эээ... вот... Такой... эээ... в принципе, я мог бы, наверное, дать вам ответ... эээ... на вопрос... на вас. Эээ... так я вот мог бы, наверное, ответить вам. И... честно говоря, вот сложно... эээ... вложно... сказать, эээ... что можно было бы... эээ... еще здесь добавить, потому что... ээээ... по факту... ээээ... эээ... влагопову есть, или, богопова же. Эээ... эээ...maybe, богоповы. Эээ... как-то вот брать, ээээ... эээ... ну, ээээ... ситуацию в свои руки, эээ... и что-то делать. Или вы будете бояться, если бояться, проживать и так далее. Вот. Мне кажется, что основная проблема, как бы, в этом, в этом, как бы, в том, что вы не можете принять отношения, в том, что вы боитесь конфликтов. Опять же, скандал ссора, да, скандалы ссора, это, скандалы ссора, это то, что в том числе и вы сами привнестили. То есть, ну, скандала и ссоры не было бы, если бы вы вносили, ну, не вносили в склад, в ее конфликт ссору. Вот. А если вы вносите конфликт в ссору, ну, в конфликт, ну, соответственно, это вопрос же вам больше, вот, это вопрос именно к вам. Почему, ну, почему вы это делаете? А то есть, какой именно, вот, с вашей стороны, какой именно с вашей стороны вклад в конфликт? Я думаю, думаю, примерно таким образом можно вам ответить на вопрос, который вы ведаете. Решать, конечно, это вам исключительно. вот. Решать исключительно вам этот момент, вот. Исключительно вы сами решаете, как вам действовать. Вот. Исключительно вы решаете, как вам, ну, как вам, вот, вести себя. Вот. Исключительно вы, конечно же, все это решаете. Ну, на мой взгляд, свою позицию нужно отстаивать в противном случае, счастлива вы не будете, вот. На мой взгляд, в противном случае, просто, всегда будете чувствовать себя ущемлены, всегда будете чувствовать себя уязвлены и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, а я думаю, что, я думаю, что вам этого не хотелось. Вот. Ну, вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать. Опираюсь на то, что вы написали. Вот. Опираюсь на то, что вы сказали. Я надеюсь, что вам это было полезным. Надеюсь, что вы сделали для себя выводы, какие-то, да. Надеюсь, что вы, ну, как-то вот. Пересмотрите, значит, свои взгляды, вот. И, в общем, целом, может быть, поработаете с своими противоречиями, своими страхами, своими сомнениями и так далее. Только, так, вы сможете освободиться от этого, да, и взять какое-то решение. Вот. Ну, и последнее, что хочется сказать, да, это то, что, вот, ну, вас, если вас с мужем объединяет, да, то есть, вот, вы говорите, что вы работаете вместе хорошо, а что мы называем общим. То есть, почему для вашего мужа так важно, чтобы вы работали, да, то есть, ну, посмотрим, вот, ладно, как вкладывали в ваши отношения, что, вот, ему, ну, мужу, это вот так, так важно. Мне кажется, что на это вам тоже крайне важно обратить свое внимание, потому что, ну, это как-то вот то, что вас определяет, это как-то вот то, что влияет на вас, вот. И, если отношение вашего мужа к вам базируется сейчас только на работе, вот, то, может быть, прежде чем, а, с работы уходить, а, нужно как-то вот обновить ваши отношения, все, ну, с мужем, а, вот, и постараться привнести в них что-то, ну, что-то, что-то новое, с работой, ну, не связано напрямую, как бы, да, вот. Ну, мне, мне кажется, так вот, можно ответить вам на вопрос, вот. Вот, я надеюсь, что вы, вот, как-то, ну, для себя вот этот момент, а, обязательно, как-то поисследуйте, да, вот, очень надеюсь на это, потому что, ну, важно это все. Для вас этого. Вот. Вот. Также я рекомендовал бы вам поисследовать треугольник Кирка, треугольник Карпана. Вот, вы сейчас находитесь в позиции жертвы, и, вероятно, вероятно всего, вы пытаетесь, а, играть, а, в игру. Да, ну, это такая психологическая игра, когда человек, а, ну, своего рода создаёт, а, как бы, видимость, а, того, что хочет решать проблему, но на самом деле, а, проблемы решать не хочешь. Нет, я не говорю, что вы, а, обязательно не хотите решать проблему, я так и не считаю, вот, а, ну, тоже, я думаю, что, ну, вот, в, а, какой-то степени, трудность, вот, присутствует, ну, именно, вот, эта трудность, она присутствует в какой-то степени, и, мне бы очень хотелось, чтобы вы, так сказать, ну, тратили свое время в позиции, да, чтобы побоксировали, степени, удовольствовали- что ты, эм, а, ум, 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 мёртвый и смех вырезали идея. Эм, у меня все-таки у аналитики использовали свои, энергию и свойе время, не вот. Вот, в этой husке получится ценить, о, ценить скванетки себе, да, ценить, о, о, ценикая свободный голубol своей wandering. а этого вы, вот, к сожалению, не делаете. Почему? Ну, а ваш такой, как мне кажется, главный достаточно мощь, он подкрепляет эту позицию. Опять же, я не уверен, да, я могу ошибаться. Вот, я могу быть не прав. Ну, вот, такая позиция мне кажется вполне реальной, к сожалению. Ну, надеюсь, что ошибаюсь я здесь. Все на этом. По-хорошему вам желательно бы выбрать специалиста и поработать со специалистом, вот, над своими страхами и трудностями. Вот, ну, это уже вам решать, это уже вам решать, я надеюсь, только что, ну, какое-то вот решение вы примете верно для себя. Вот, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо.